всем привет друзья с вами гиф и сегодняшнее видео будет про кабины верфи лакон может быть еще что-нибудь захватим а может быть и нет посмотрим как дело пойдет прежде всего я сменил конкретно программу записи для VR должно быть немножко поплавнее чем раньше если это так то будет отлично из минусов она не умеет отдельно записывать дорожку микрофона поэтому у меня микрофон будет вместе с игрой ну не идеально но вот так итак мы находимся в diamondback скауте поглядим на этого красавца но прежде всего видно что дом панели приборной здесь наверное ну метр метра есть и вот если я стану то мы сможем смотреть кабину как многие помнят я тут любил придираться к проводам но здесь они тоже есть а торчат торчат не как в анаконде даже больше но но здесь они смотрятся гораздо гармоничнее на мой взгляд посмотрим что есть у нас в кабине у лакона секунду так и попробуем зайти за кресло за креслом нас ожидают уже знакомая всем панель которая была и на предыдущих кораблях дверь а в отсек и еще одна точно такая же панель это судя по всему воздуха заборники система вентиляции какая-то у нас кабина хорошо остеклена достаточно удобный обзор и она двухуровневая если вы заметите здесь можно заметить уровень еще есть чуть ниже то есть вот эти стойки они поднимаются уже со второго уровня кабины сейчас мы с вами он сделаем вот так вот так секунду сделаем с вами вот так вот и можем пройти посмотреть ну вот провода провода и тут впереди еще какие то даже есть и даже не могу сказать что это что-то похожее на на переключатель эквалайзера так ну ничего такого достопримечательного в кабине отдельно вроде бы нету просто рабочий уголок пилота давайте мы с вами сделаем вот какую штуку вернемся на поверхность я нахожусь на базе у кванта у марка и сможем посмотреть насколько хорош обзор в этой кабине ну среднестатистическому пилоту если вот так вот и заглядывать назад а видно ровно в стороны хорошо видно наверх наверх ударился головой спинку кресла видно немножко назад ну вот как то так хорошая боевая лошадка для тех кто обожает космические путешествия я думаю что сейчас мы можем из diamondback скаута пересесть в diamondback explorer но сомневаюсь что мы заметим разницу в кабинах давайте все таки в explorer а потом только в тип 6 будем непоследовательный сейчас но последовательным по двум этим кораблям и так же на поверхность но на первый взгляд большой красный провод большой красный провод бросается в глаза там он был мне кажется синим внизу внизу такие же переключатели стойки оранжевого цвета ну вот наверное это основные такие изменения которые есть в кабине если встать то хорошо видно что а под кораблем под ногами и то что если прыгать то будет больно графики есть но графики желтого цвета вместо синего по умолчанию остальное не не выглядит каким-то таким а другим ну что теперь в любимый всеми т6 это мы сейчас увидели с вами 2 diamondback от лакон напомню лакон весьма своеобразная компания она специализируется на транспортных кораблях на кораблях для исследований но следующий наш транспортник тип 6 транспортер тем тот корабль с которого очень многие начинали начинал я с него не одну наверное но сотню нет но несколько десятков часов я на нем отлетал это уже среднего размера корабль но смотрите из того что никогда не думал что этот монитор такой большой да он виден когда играешь строкером сзади но то что он такой огромный значит по площадке по обзору обзор обзор наверное чуточку хуже стороны из-за вот этих двигателей сбоку торчащих чем в дайманда байках но зато вперед наверх но наверх нет наверх тоже видите крыши закрывает но зато вперед и ну кабе кабина смотрится внушительный впереди она также двухуровневая но ним не совсем двухуровневая но вот есть площадка вниз и если мы встанем давайте вот сделаем небольшую центровку посмотрим а значит вот схематичная представление лаконок критого инженера drive unit system cargo upload интерфейс 1 2 11 110 м апа линк актив запланирован сканирование систем ну и большая дверь дверь причем от c2 точно такая же как надо бы ешку и здесь еще один такой большой монитор ну я бы наверно назвал что это более логичного взгляд какое-то состояние системе здесь хотя бы мониторы наверно больше похоже на то что должен видеть пилот не кофе аппараты но какие-то мониторы но здесь наверно небольшой лючок для контрабанда который которым никто никогда не догадается что контрабанда там есть большая кабина в высоту она наверно мне кажется метра три с половиной четыре до верхушки так разворачиваясь в обратную сторону и отправимся наверно килл бы куда следующему нашему кораблю потому что по крайней мере он стоит следующим в этой линейке кстати думаю что киллбэк в этом плане с лизом с типа 6 я помню даже заводил тикет о том что на мониторчике здесь был не киллбэк а тип 6 на картинке подписан и вот я помню то ощущение когда смотришь назад ну на ракире кажется что это дисплей ровно за твоим плечом он в реальности метра полтора до него так ну что здесь где мой джойстик ну ребят лакон лакон не блещет абсолютно никакой оригинальностью поэтому я думаю что здесь мы можем с вами по лакону очень быстро пробегаться по кораблям сбоку видно то же самое сзади те же самые дисплей кабина c2 а у вас дыховоды высокая кабина три с половиной метра в общем если ты видел один корабль лакона из линейки ты их видел все здесь наверное какое-то исключение дадут нам тип 7 и тип 9 а даже не буду садится садится ну ну вот наш стандартный асп кабина у вас по 2 ну вот по-честному ровно наверх затрат не как видите мешает ведь еще раз отцентруюсь мешает чуть-чуть кресло но если смотреть назад то увидите насколько назад можно глядеть видно номер своей площадке стороны в стороны видны двигатели совершенно иное расположение кабина она просто это огромный по большому счету наверно шар для того чтобы смотреть по сторонам но в ней нет ничего она абсолютно пустая все что должно быть видно пилоту какие-то мониторы графики полезные вещи наверно ходятся за этой пресловутой дверью c2 поэтому отправляемся это мы смотрим сейчас нас скаут да по моему асп скаут а возьмем сейчас асп explorer и и а на нем посмотрим еще нижнюю часть этого корабля итак асп explorer и от лакона нас еще ждут два приятных кораблика тип 7 и тип 9 шильдики на лакон нас лакон нас по сторонам табличку такая табличка была и там доступ к системам таким то назад видно ровно также никаких здесь изысков нету и вот теперь сейчас мы попробуем с вами заглянуть вниз прежде чем заглянуть вниз мне нужно отцентроваться так чтобы я был очень сейчас я стою на стуле как будто бы сижу в кресле а вот теперь я все сделаю наоборот так вот я уже на уровне джойстика знаете швы на перчатках ну проточные такие под мизинцем также курок есть мне удастся сейчас его нажать никогда с той стороны не смотрел ну нажимаю здесь он не нажимает ну-ка а нет наверно пока мы не летаем он не будет ничего нажимать что эти хаткин реагировал раньше точно так хорошо выходим и можно сказать ползком 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 направляемся по этой кабине и смотрим вниз на кресло второго пилота асп ну вот для того чтобы опуститься до этой высоты мне пришлось с моим ростом подняться на не видит меня вот вторая кабина как вы заметили кто-то забыл прорисовать там кресло вот оно должно быть там и когда смотришь внешней камеры оно видно нас внутренней как ни странно нет но высота сложно определить наверно метров 5 до но пола станции может быть больше ну вот кресло кто-то забыл поставить до вот в таком отсеке придется летать тому кто будет на аспе вторым пилотом так мы поднимемся теперь повыше прям выше 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 ну кабина у вас по конечно в этом плане огромная сейчас попробуем увидеть хардпойнты ну вот наверное они хардпойнты а первый второй огромная и пустая кабина аспа ну что друзья теперь вы видели почти все в аспе пора отправляться в тип седьмой и и и и и и Продолжение следует... Менее детализированы, конечно, эти корабли намного менее детализированы. Ага. Ну что, тип седьмой. Видите, брутальная такая кабина. Прям... Очень брутальная. Тянется кабель толстенный. И вот эта площадка, она как будто бы находится на подвесах. Шкаф. Ничего страшного. Сейчас попробуем разглядеть, удастся ли нам достать. Секунду. Мне интересно, что там внизу. Ох, ну я смогу посмотреть, что наверху. Значит, смотрите, если подняться по этой лестнице, то мы с вами увидим два рабочих места. Я не знаю, будут ли они в типе седьмом. Потому что мне кажется, что мультикру не рассчитан на тип семь. Но... Два рабочих места с графиками, по крайней мере, что-то там такое есть. Эти открытия для меня это кабина. Я думаю, что в типе седьмом, как в типе шестом. Дверь сзади и все. Так, ладно, опускаемся. Опускаемся, попробуем посмотреть, что там. Так, сейчас я путешествую во внутренностях пилота. Ну вот, если удастся заглянуть вниз... Ага, там. Там, как ни странно, внизу стекло. Стекло, стекло, стекло. Видно станцию. Хм, для чего тогда вот... Как бы мне сейчас во что-нибудь не влететь. Вот эти подвесы. Ну, потому что... Явно не для того, чтобы опускать или поднимать как-то кресло, да? Так, и здесь у нас что? Какая-то системная панель небольшая. Многие чьи-то... Прям... Прям очень интересно. Кабина огромная. Сами видите. И... Обзор из нее такой. Я думаю, что для транспортника, который непонятно как должен запарковаться, самое то. Напомню, она же у него в самом... Впереди у транспортника этого она находится. В общем, мне нравится. Однозначно пятерка. Так, что теперь пробуем? Ну, не совсем понимаю вот это решение тогда... С вот этими подставками, да? Потому что... Хотя... Хотя, может, так и надо. Что, отправляемся за типом девятым? Я, честно говоря, не видел еще этой кабины. Но наслышан. Итак, тип девять Хеви. Последний корабль от верфи Лакон. И я так же полагаю, что этот красавец достоин того, чтобы... Смотреть на него на улице. Так. Ну, как вы уже заметили... Здесь для мультикрю прям разгуляться есть куда. Вот первое рабочее место с клавиатурой. Второе рабочее место с клавиатурой. Так. Это двинуть еще, чтобы зеркало не разбить окончательно. Вот так вот. Остекление... Ну, знаете, не хуже, чем на Аспе. Видно вперед-назад-влево-вправо. Ни капельки не хуже, чем на Аспе-эксплорере. Правда, вот эти две усиленные балки такие чуть-чуть смазывают. Вот эта рама, да? Но зато... Прямо какое-то ощущение, что у Фронтиров есть какой-то план по типу девятому. Потому что кабина совершенно шикарная. Это по ходу лифт, который куда-то ведет. И два отсека, которые также куда-то должны везти направо и налево. Плюс можно спуститься вниз с двух сторон. Давайте сейчас отойдем. Так. И вернемся назад. Такой узенький мостик. Узенький мостик, а вниз там прям разгуляться можно. Гуляй, не хочу. Коридорчики, коридорчики, коридорчики. Вот, знаете, у меня есть ощущение, что именно так и будут выглядеть кабины космических кораблей. Ну, должны. А вот этих транспортников, трудяк обычных, которые туда-сюда катают, туда-сюда возят. Не видно у ребят, вот, кстати, у этих дисплеев никаких, да? То есть только клавиатуры. И что у них будет? Или не будет здесь мультикры? Нет, я надеюсь, что оно должно быть. Мне это кажется очень интересным. Один на истребитель, другой на турелях. А третий рулит, везет наркотики. Космические. Ну, вот. Вот такой лакон тип 9. Вот такие корабли у верфи лакон. Он, в общем-то, от ухудшения, ну, от простоты, просто есть везде, но от самых простых даймондбеков и аспов, киллбеков и типа 6 способен тип 7 и тип 9. Приятным удивить размером и относительной проработанностью кабины. Так. Давайте в завершение ролика. В завершение ролика. Немножко. Попробую на нем полетать. Сейчас посмотрим, как это мне удастся. Так. Слушайте, прелесть какая. Такой, знаете, слон, слон огромный летит и все ему нипочем. Ну и заодно сделаем тогда стыковку. Так, отлично, я вижу пятую площадку. Полный газ. Газ сбавляю. Знаете, он, вот если отыгрывать роль торговца космического, он, наверное, офигенный. Еще истребителей добавить. Вот он бы трюмчик от рюма, чтобы вот он как стал бы побольше, чем каттер. Чтобы был смысл его, как торговцы. Вот такие ребята корабли у верфи Лакон. Будет еще один ролик про VR-кабины кораблей, но там уже будет. Зорган Питерсон, Аддер, Хаулер и Ферделанс. И Белуг Юорг. И, наверное, на этом мы с VR-кабинами не закончим. Всем спасибо, кто посмотрел. Пишите, стало ли лучше, хуже по дерганию. Или особо не поменялось. На этом все. С вами был Гиф. И удачных вам полетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова